Наталья Фатеева прославилась благодаря картине 3 плюс 2 и снималась вплоть до 2000-х. Критики отмечали, что свою лучшую роль актриса так и не сыграла, хотя никто не оспаривал наличие у нее таланта. При этом артистка считала главным приоритетом карьеру, хотя не раз пыталась устроить личную жизнь. Первый брак звезда кино называла студенческим, во втором страдала от ревности Владимира Басова. Окружающих поражали жестокие сравнения Натальи Николаевны, окрестившей свои замужества советскими пятилетками, дольше этого срока выносить партнеров она не могла. От разных супругов Фатеева родила сына Владимира и дочь Наталью. Обычно отношения с детьми резко отличаются от взаимодействия с мужьями, но и на наследников у артистки не хватило душевной теплоты, большую часть времени они проводили с бабушкой. 23 декабря Наталья Фатеевой исполняется 86 лет. В последние годы она не снимается в кино и слывет затворницей. Почему же актриса предпочла одиночество общению с близкими? Будущая звезда советского кино появилась на свет в Харькове. Ее папа был военнослужащим, а мама работала директором ателье МОД. С детства Наталья Фатеева увлекалась музыкой. От природы имея хороший слух и голос, она мечтала выступать на сцене. Родители к желанию дочери относились скептически, считая, что учеба должна оставаться на первом месте. Подросткам Наталья ходила в музыкальную школу, а параллельно занималась легкой атлетикой. Она смело шла к своей цели и поступила в театральный институт с первого раза. За отличную учебу студентки выписали именную стипендию. Одну из немногих актрису пригласили работать диктором на телевидении Харькова. Но спустя два года артистку отчислили из вуза, поговаривали, что из-за слухов, которые распускали о ней завистники. Фатеева не отчаялась и отправилась в Москву поступать во ВГИП. Разглядев «Студентки талант», Сергей Герасимов принял ее сразу на четвертый курс обучения, чего никогда не случалось раньше за всю историю вуза. Актриса много лет играла в театре, но большинству зрителей она знакома по ролям в кино. Дебютом артистки на экране был фильм «Есть такой парень», а всесоюзную славу она обрела благодаря картине «Три плюс два», где ее коллегами стали Андрей Миронов, Наталья Кустинская и Евгений Жариков. Ленту посмотрели 35 миллионов человек, и Фатееву еще долго ассоциировали с ее героиней, укротительницей тигров. Наталья Николаевна появилась в картинах «Дети Дон Кихота», «Джентльмены удачи», «Здравствуй, это я». Однако критики отмечали, что полностью свой творческий потенциал актриса так и не раскрыла. В 80-х годах в творческой жизни артистки все чаще случались простои. Хотя именно тогда она исполнила свою любимую роль – Аллу из ленты «С вечера до полудня». В последующие годы Фатеева играла в эпизодах, сетуя, что не вписывается в новые времена. Наталью Фатееву приглашали в жюри высшей лиги КВН, а в конце 90-х она вела программу «О колокол». После сериала «Тайны дворцовых переворотов» и эпизодов «В королеве и Москва я люблю тебя». Актриса исполнила яркую роль второго плана в летящих по ветру листьях, за которую удостоилась Ники. Но шесть лет назад артистка закончила карьеру в театре и кино. Привлекательная брюнетка с твердым характером пользовалась огромной популярностью у противоположного пола. Первую любовь Наталья Фатеева встретила в стенах Института Харькова. Леонид Тарабаринов, которого зрители впоследствии узнали по фильму «Поэма о море», долго ухаживал за однокурсницей, добиваясь ее расположения. Влюбленные поженились и поселились в квартире Фатеевой с ее мамой. Но студенческий брак продлился недолго. На съемках фильма «Случай на шахте 8» артистка познакомилась с режиссером Владимиром Басовым. Вскоре после окончания работы над картиной, постановщик развелся с Розой Макогоновой и женился на своей новой музе. У супругов родился сын Вова, но и это не удержало их от развода. Фатеева уверяла, что обожала драматурга, но терпеть его пьянство и беспочвенную ревность устала. В начале 60-х на съемках «3 плюс 2» у актрисы завязались серьезные отношения с Андреем Мироновым. Коллеги наблюдали, как артист укрывал возлюбленную от солнца, мыл ее испачкавшиеся туфли, осыпал комплиментами. Но матери Андрея Александровича Фатеева категорически не нравилось, поэтому свадьба так и не состоялась. «Он был вполне взрослым, но еще не уверенным в себе. Такой маменькин сынок. Поэтому я и не захотела выйти за него замуж. У нас были хорошие, теплые отношения. Я с благодарностью и теплотой вспоминаю и его маму Марию Владимировну», – отмечала звезда. В актерских кругах шептались, что Наталья Николаевна легко рассталась с Мироновым, а тот еще долго страдал от любви к ней. Полной противоположностью романтичному артисту стал следующий поклонник Фатеевой писатель Михаил Любимов. Какое-то время пара жила в гражданском браке, но до ЗАГСа дело не дошло. Однажды, увидев артистку на вечеринке, космонавт Борис Егоров начал ежедневно присылать ей цветы, приезжать на съемки. Тогда герой Советского Союза был женат, но вскоре развелся и уговорил Наталью Фатееву выйти за него замуж. В 1969-м актриса подарила избраннику дочь Наташу. Однако Борис сомневался в отсутствии. Недоброжелатели сообщили ему о романе супруги с коллегой из Румынии. Брак рухнул, а Егоров впоследствии закрутил роман с Натальей Кустинской. Следующим избранником Натальей Фатеевой стал архитектор Виктор Теслер. Ни один брак Натальи Николаевны не продлился больше пяти лет. По словам актрисы, три года она искренне любила, а два терпела. Стирать, готовить и быть идеальной женой артистка не хотела. Впрочем, роль заботливой матери тоже давалась ей с трудом. Отношения актрисы с детьми не ладились по одной простой причине, во главу угла она всегда ставила карьеру, а не семью. Сын Владимир прожил со звездными родителями недолго. Басов и Фатеева отправили его к бабушке и дедушке в Харьков. Спустя годы наследник вспоминал, что страдал от разлуки с близкими только первое время. Николай Демьянович и Екатерина Васильевна Фатеевы заменили ему маму с папой и окружили заботой. Когда Фатеева вышла замуж за Бориса Егорова, то увезла сына из Харькова и определила в интернат. Всех детей забирали на выходные домой, а вот Вове такое счастье выпадало редко. Чаще его посещали папа и тетя, чем мама, поглощенная работой и новыми отношениями. На глазах Басова-младшего происходил скандальный развод родительницы с космонавтом, после которого она еле отсудила себе пятикомнатную квартиру в столице. Дочь артистки Наташа тогда была совсем маленькой. Когда я уже был женат, мать призналась моей жене. Наташу я люблю больше, чем Володю. Если честно, он был нежеланным ребенком. Оля еле сдержалась, чтобы не высказать свекрови все, что о ней думает, вспоминал сын Фатеевой. Однако слова актрисы о любви к дочери частенько расходились с делом. Так, звезда картины 3 плюс 2 отправляла пятилетнюю Наташу на все лето с детским садом на дачу и не навещала ее даже в родительский день. Проверить, как там сестра, ездил Владимир. Лишь заодно Басов-младший благодарил мать. Он часто оказывался в окружении талантливых актеров и режиссеров. Сам с подросткового возраста начал сниматься. Много лет Владимир не общался с отцом, но сблизился с ним, когда уже вырос и женился. А вот с родительницей все складывалось намного хуже. Терпеть соседство с сыном и невесткой она не хотела и вскоре выгнала молодоженов из квартиры. На размен актриса категорически не соглашалась. Мать обиделась на меня страшно, просто за то, что заговорил о размене. Именно тогда я заболел воспалением легких, а дед попал в больницу с сердечным приступом. Много он не прожил, вскоре его добил четвертый инфаркт. Мать уговорила бабушку обменять Харьковскую квартиру на Москву. А потом произвела родственный обмен. Так мы с Олей очутились в крошечной двушке на окраине, а бабушка поселилась с дочерью и внучкой, объяснял Басов-младший. Совместная жизнь Фатеевой с собственной матерью и дочкой обернулась кошмаром. Если что-то делалось наперекор мнению хозяйки квартиры, она могла не разговаривать с родными по два года. Когда наследница артистки было 16, она забеременела от Максима Крабцова. Пеленки и крики младенца не вписывались в мир актрисы, и она уговорила Наташу отдать ребенка в дом малютки. К счастью, в ситуацию вмешался сын Фатеевой, заявивший, что стоит только мальчику оказаться среди чужих людей, как обо всем узнают журналисты. В итоге маленького Женю усыновили родители Крабцова. Кто подаст в старости стакан воды, Фатееву не волновало. Со временем она окончательно разорвала отношения с детьми и перестала даже брать трубку, когда те звонили, чтобы справиться о ее здоровье. А ведь причины для беспокойства были. Несколько лет назад актриса неудачно упала и сломала тазобедренный сустав. Чтобы вновь научиться ходить, ей понадобилось шесть операций и долгая реабилитация. Звезде советского кино помог благотворительный фонд артист Ибари Алибасов, обеспечивший ей помощника и машину. К тому же Наталье Николаевне прибавили пенсию. Когда Наталья Николаевна болела, мы с сестрой были с ней дома и в больнице, когда ее выписывали. Мы помогали. Потом ей стало лучше и она решила, что мы – бремя. Дети ей надоели. Она спровоцировала ссору, поэтому мы не общаемся. Мама слишком безразлично относится к людям, прояснил ситуацию сын Фатеевой. Подобные обвинения со стороны наследников актриса назвала фантазиями, на которые даже не стоит обращать внимание. Как бы Наталья Николаевна не оправдывалась, ее продолжают называть затворницей. Актриса живет одна, контактирует только с помощниками по хозяйству и коллегами, оказывающими ей поддержку. Так, подручный баре Алибасова Сергей Моцарь регулярно привозит Наталье Фатеевой продукты. Несмотря на слухи, мужчина не втирается в доверие к пожилой звезде, ведь наследство ему вряд ли светит. После формального суда половина квартиры на Фрунзенской набережной принадлежит дочери Фатеевой. И, скорее всего, вторая часть недвижимости тоже перейдет к ней. Владимир Басов, младший, от доля отказался.